Магический, волшебный, солнечный. Древнейший самоцвет, возраст которого исчисляется десятками миллионов лет. Камень египетских фараонов и китайских императоров. Знаменитая валюта купцов и торговцев. Золото Балтики Янтарь Крупнейшее месторождение солнечного камня, не имеющее равных по разведанным запасам и концентрации янтаря, находится в России на янтарном берегу Калининградской области. Именно здесь сосредоточено 90% мирового запаса янтаря. В 1947 году здесь был основан Калининградский янтарный комбинат. В 1958 году была введена технология гидромеханизации. Вскрышные породы разрабатываются посредством гидромониторов и драглайнов по бестранспортной технологии. Янтароносная порода добывается драглайном и складируется в конус. Далее порода размывается мощной струей воды и самотеком по траншеи поступает на насосную установку для перекачки на фабрику. Крупные куски янтаря вручную вылавливаются сачками, а более мелкие фракции по трубопроводу поступают на первичный узел обогащения. Существующая технология добычи янтаря не менялась 60 лет. На сегодняшний день она не является щадящей и не отвечает современным требованиям, предъявляемым горному производству в 21 веке, имея следующие существенные недостатки. На всем протяжении технологического цикла происходит разрушение янтаря, приводя к потере качества и стоимости готовой продукции. Применение ручного труда. Ловцы янтаря часами стоят в пульповодной траншеи, вручную отлавливая крупные фракции. Высокий износ основных производственных фондов, требующий постоянного технического обслуживания и капитального ремонта. Экологический ущерб от производства. Вскрышные породы сбрасываются напорным гидротранспортом в акваторию Балтийского моря. Сегодня Акционерное общество «Калининградский янтарный комбинат» остается единственным в мире предприятием, которое занимается промышленной добычей янтаря. За последние несколько лет спрос на солнечный камень значительно вырос. Главным потребителем янтаря наряду с Польшей и Литвой стал Китай, где камень считается священным. По прогнозам аналитиков, к 2025 году объем мирового потребления янтаря превысит 1000 тонн. Поэтому на комбинате запланировано крупномасштабное, интеллектуальное и техническое перевооружение для внедрения современных и перспективных технологий, техники и оборудования. На базе приморского месторождения планируется внедрить автотранспортную схему ведения горных работ. Данная технология позволит значительно повысить сохранность янтаря, поднять культуру производства и увеличить механизацию рабочих процессов. Автотранспортная схема предполагает разработку породы гидравлическим экскаватором с последующей погрузкой в автотранспорт. Вскрышные породы транспортируются во внутренний отвал карьера, что позволяет вести рекультивацию его отработанной части, а янтароносная порода поступает на фабрику. Переход на данную технологию предполагает отказ от сброса вскрышных пород в море и проведение работ по рекультивации существующего хвостохранилища, что позволит существенно снизить наносимый экологический ущерб окружающей среде. Исходное янтарь, содержащее сырье, автосамосвалами доставляется в отделение промывки обогатительного комбината. Там оно разгружается в приемные бункера на столе размыва. Расположенные на нем дистанционно регулируемые гидромониторы размывают глинистые пески и крупные окатыши, после чего янтарь разделяется по классам крупности на шпальтовом сите. Крупная фракция плюс 50 мм поступает на конвейер с ультрафиолетовым датчиком, где янтарь отделяется от камней и поступает на ручную сортировку. Со стола размыва пульпа попадает на высокочастотный инерционный грохот, где часть размытой глины удаляется. Фракция минус 50 мм направляется в отсадочные машины, где на первой стадии от нее отделяются камни, а на второй стадии окатыши глины. Отделенные камни вывозятся в отвал. Крупные окатыши подаются в отдельную скрубербутару для размыва. Янтарь промывается в несколько этапов, поступая после каждой стадии очищения в отсадочные машины для отделения примесей. Далее его сушат и отправляют в накопительный бункер отделения сортировки и доводки. Здесь янтарь классифицируют на грохотах по товарным классам крупности. Каждая фракция направляется в свой фотометрический сепаратор для отделения щепы или гнита. Янтарь фракции плюс 23 мм дополнительно разделяется по цвету, форме, сорту и весу. Каждый вид янтаря упаковывается в индивидуальный контейнер и поступает на склад товарной продукции. Хвосты обогащения собирают в зумпф и насосами откачивают на мультициклоны с обезвоживающими грохотами. Полусухой кек влажностью 15% складируется и автотранспортом вывозится на вскрышные отвалы. Слив с обезвоживающих установок собирается в емкость оборотной воды и вновь поступает в отделение промывки. На автоматизированном складе готовая продукция принимается и автоматически по штрих-коду сортируется при помощи укладчика-манипулятора. Программа считывает штрих-код на контейнере, поступающем с фабрики, и задает для хранения определенную ячейку. Каждый сорт складируется строго по 20 контейнеров в один ряд. Чтобы сформировать лот, товаровед через компьютер подает сигнал доставить конкретные контейнеры, после чего укладчик-манипулятор отгружает их на конвейер из определенного ряда. По штрих-коду осуществляется взвешивание партии до и после формирования лотов. Гидкость и универсальность предлагаемой технологии сможет регулировать производственную мощность в зависимости от рыночного спроса на янтарь. Главным преимуществом новой технологии является автоматизация процессов обогащения, сепарации, сортировки хранения, а также исключает человеческий фактор при производстве. Производственно-выставочный комплекс поделен на несколько зон – складскую, административно-учебную и выставочно-туристическую. Здания и сооружения запланировано сделать максимально комфортными, универсальными и современными. Выразительный архитектурный облик по достоинству оценят туристы. Главной достопримечательностью станет смотровая площадка, откуда откроется вид на преобразившееся приморское месторождение. Внедрение перспективных технологий позволит Калининградскому янтарному комбинату увеличить прибыль, занять ведущее положение на мировом рынке, сделать янтарь символом России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова